Впечатления очень хорошие и радостные от того, что мы сделали три очка и выиграли у чемпиона на сегодняшний день. Выиграли после долгого перерыва. То, что касается игры, я очень доволен, это была целостная игра, это был баланс обороны атаки, это был баланс, я еще не смотрел статистику, баланс статистических данных. Я имею ввиду, ЦСКА всегда превосходит всех контроля мяча, мне кажется, более-менее он был равный. Ну и это вселило нам определенную уверенность, что гвозди, крышку гроба, они еще не забиты, потому что некоторые уже забивали. И локомотив уже был фигурой только для критики, но оказывается, можно локомотив сегодня и похвалить. То, что касается Майкона, он часто был травмирован, я с Майконом сейчас работаю только один месяц, но он всегда был талантливым игроком и великолепной скоростью. И я очень рад, что люди, которые его в селекционную службу привезла в локомотив, они в нем не ошиблись. Майкон, пользу для локомотива за этот период всегда давал большую. И сегодня вот эти три очка, они в такой сложный период для нас, они имеют громадное значение. Я хочу, чтобы он голы забивал, когда он выходит все-таки в позицию практически один на один, он должен на себя брать инициативу, а не играть пас. И не улучшать эту ситуацию. Он должен больше угрожать воротам и наносить удары, в какой бы он не находился позиции. А он разносторонний игрок, но это игрок атаки. Может быть завтра все, может быть завтра будет все по-другому, но сегодня, на мой взгляд, Миранчук сыграл хорошо. Мне это очень нравится ситуация, когда игроки не безразличны. Мне не нравится ситуация, когда игроки приходят в раздевалку, и они голову опустили и ждут, как тренер начнет ругаться. Мне нравится именно то, что было сегодня. И Черлука совершенно, я так думаю, наверное, прав, потому что он капитан, но они же все хотят результатов достичь. Поэтому какие-то конфликты, мелкие конфликты, микроконфликты, они должны быть. Так же между тренером и игроками. Если конфликтов нет, то зачем им нужен тренер? Здесь, с профессиональной точки зрения, очень сильно нас атакует Фернандеш. Весь матч, он вперед, вперед, вперед. И он больше получалось, что был атакующий крайний хавбек, который должен был забить. Здесь 60 минут, на мой взгляд, Касаев, он издерживал Фернандеша. Но дальше нужен был игрок, который должен был там, впереди, что-то сделать. Поэтому произошла такая замена. И в зоне Фернандеша появился наш Майкон. Майкон, у него всегда, бразильцы между бразильцами, очень такие принципиальные ситуации. Они существуют так же, как с аргентинцами. Ну и Майкон, на сегодняшний момент, он готов минут на 30. На 30. Он 30 минут отработал хорошо. Нет, я ему сказал, чтобы он вперед бежал в зону Фернандеша, потому что Фернандеш чересчур большую работу сделал в атакующих действиях. А в обороне там нужен был человек, который в этой зоне сыграл бы более активно и более индивидуально. Вот он зону увидел, тем более он обладает скоростью. Спасибо. Спасибо. Что грустно. Что грустно. АПЛОДИСМЕНТЫ